Добрый день, спасибо за приглашение. В общем-то, хотелось бы ответить, спасибо за то, что появилась такая возможность. Наше агентство, Сигельсервис, работает на рынке 5 лет, и за все это время у нас не было подобного случая. Не было вопросов, на которые мы не могли бы ответить, и не было журналистов, которые бы не имели возможности задать эти вопросы всем, кому они посчитали нужным. Теперь относительно конкретно этой ситуации. Меня обвиняют в том, что я избил журналистку. Меня также обвиняют в том, что я препятствовал журналистам в их профессиональной деятельности. Поэтому считаю необходимым изложить те обстоятельства, которые имели место быть в действительности. Первый пункт. Я не мешал проведению интервью, что здесь зафиксировано. Собственно, в самом интервью. Журналист задал те вопросы, которые он посчитал нужным, и он прекратил задавать вопросы в тот самый момент, когда он посчитал нужным. Я никогда не позволял себе влазить в кадр, или даже за кадром маяковать человеку, чтобы мы прекратили интервью. Это первое. Спасибо. Второе. Относительно обвинения в избиении. Я буду зачитывать, почему, чтобы не было расхождения в точности формулировок. 17 марта, это на следующий день после инцидента в сюжете программы «Максимум в Украине», которая находится под, я так понимаю, руководством Оксаны Соколовой, в этой программе было утверждение о том, что я ударил корреспондентку. Это открытые данные, все из вас могут их посмотреть. Однако, 17 марта, уже в печатных официальных релизах, говорилось о том, что я, первое, напал на нее с кулаками, грязной нецензурной бранью и угрозами. Формулировка за 19-е число. Набросился с бранью, стал заламывать руки, выталкивать из помещения, кричать и угрожать, что уволит меня с ICTV. При этом, в основном, заголовки пестрели о том, что человек избил журналистку. Итак, по поводу интервью. Интервью было инициировано съемочной группой ICTV. Вы обратились к нам с просьбой провести интервью. Мы не имели времени, тем не менее, мы пошли вам на встречу, и мы пригласили вас на интервью, и мы организовали вам интервью. По инициативе съемочной группы ICTV, тематика интервью была определена следующим образом. Проект The Dance, это музыкальный проект Алана Вадоева и Макса Барских, вот мы должны были говорить о нем. Опять-таки, это была инициатива от телеканала ICTV. После того, как журналист завершил интервью, я подошел к ней и поинтересовался, почему проект The Dance, который, собственно, и послужил, исключительно послужил предлогом для организации интервью, оказался вне поля ее зрения и вообще не было вопросов об этом проекте. В ответ я получил очень конкретное направление на три известные буквы, куда мне следует идти, после чего девушка развернулась и стала уходить. И вот здесь, когда я не получил ответа, а девушка стала уходить, я позволил себе взять ее за руку, потому что, ну, не за волосы мне ее нужно было брать. Я взял ее за волосы. Я взял ее за руку, прошу прощения. Вот, собственно, она руку отдернула и стала уходить. После того, когда она ушла, мы встретились еще в гардеробе, но она уже вернулась туда со своими коллегами. Я не знал, что говорила она им, но ребята вернулись достаточно агрессивно настроенными. И вот там уже у гардероба, кто был в Кристалл Холле, знают, что гардероб находится рядом со входом. На входе была охрана. И когда, опять-таки, по инициативе телеканала ICTV началось разбирательство, охрана, увидев все это, посчитала нужным вывести съемочную группу ICTV из заведения. Не я выводил съемочную группу ICTV из заведения. И когда госпожа Скалова говорит о том, что на камере все видно, на камере действительно все видно, кто выводил и кто задавал вопросы. Помимо этого, на камерах внутреннего наблюдения также видно, что ничего из того, что было сказано нашими оппонентами, не соответствует действительности. И этому есть подтверждение. Официальное заявление арт-директора клуба Кристалл Холл Андрея Иноземцева, который, собственно, передал все материалы в правоохранительные органы. И если кому-то интересно, я могу зачитать его заявление. То есть оно там длинно, я буду так выборочно. Причина конфликта – грубое нарушение журналистской этики. Мер физического воздействия никому из сторон конфликта не применялось. Все измышления о якобы избеянии и тому подобное – грубое искажение действительности. В рамках процессуального разбирательства данного дела наша охранная компания готова предоставить съемку с камер наблюдения. И, в общем-то, они предоставили в милиции. Ну, вот, собственно, заявление сокращенное. Ну, и, собственно, мы писали письмо на имя генерального директора, директора-президента Сити-Витера-канала Александра Погодского в том, чтобы мы разобрались в этой ситуации. Я так понимаю, что это послужило неким толчком, почему Оксана пригласила нас на эту встречу. Поэтому я бы хотел, чтобы уважаемая комиссия обратилась с просьбой, или, ну, скорее всего, с просьбой к телеканалу ICTV и съемочной группе перестать распространять обновления фактов, которые не являются, не фактами, вернее, а обвинения, которые не соответствуют действительности.